здравствуйте друзья давайте я поделюсь впечатлениями поступающими из внешнего мира по поводу вот этого автомобиля который я взял брентовки на нем сейчас там 43 мили было 24 когда брал его запах конечно потрясающий от нового автомобиля и салон вроде просторный так чисто внешне вот он ничего я прочитал комментарии под первым видео что когда машина стоит на светофоре то потряхивается камера что вот видно там дрожит и пошел специально посмотрел действительно какие-то там движения небольшие но что меня как бы по сравнению вот с моим и с юли ну как бы напрягает немножко не то что там безумно но немножко я привык ехать вот как бы на стуле сидя знаете вот так такой вертикальный такой позе сидящего на стуле человека а здесь я как бы такой полу лежащий и у меня нет ощущения как бывает иногда вот в легковушках что сейчас задницы по асфальту поскребешь так как-то низко очень сидишь в себе ты сидишь ты видишь как бы сверху всех знаете а здесь вот они все тебя больше но не все но почти все здесь очень много трачков с ювитом и тогда минивэнов и что еще вылезать и залезать за тебя как пилот в самолет забираюсь так как то ли как в гоночный автомобиль какой-то должен влезть вот не то чтоб там зашел и сел а вот как то так я туда заползаю и соответственно потом выползаю может быть это связано с тем что я такой как бы габаритный мужчина и мне сложнее это делать чем если я там был метр семьдесят там вместо мои там 186 но во всяком случае как-то момент посадки и высадки есть некоторые неудобства а так ну действительно она немножко более шумно я сейчас уже хорошо это слышу и видимо детали диаметр колес то ли я даже не знаю там с чем это связано вот рессоры там по-разному но во всяком случае маленькие такие штучки на дороге это могут быть швы там между разными частями асфальта вот там победите так темненький светленький вот даже эти швы я чувствую вот я сейчас я еду по ним может быть вам на камеру передается я не знаю но но я их ощущаю вот как такие маленькие толчки слабенькие в лексусе такого нет наверно там подвеска все-таки более мягкая хотя вроде бы по моим понятиям японские машины известны тем что у них подвеска жесткая а вот например в американских она гораздо более мягкая и в данном случае вот американская машина но подвеска жесткая мы я не знаю вы чувствуете нет на камере но так постукивает наверно наверно я не знаю подозреваю что диаметр колеса нам немножко другой на то чтобы поменьше вот но в целом тем не менее впечатления у меня очень хорошие от автомобиля он очень легко настраивается очень хорошо движется вот как как водитель я могу сказать что его приятно водить у него есть камера заднего вида то есть когда вот так задом отъезжаешь она показывает хорошо когда подъезжаешь чему-то близко в так паркинг ассистенс вот это вот чтобы он начинает там подпискивать что мол не приближайся вот так что это тоже в нем есть ну и так очень приятные органы управления вот так физическое ощущение вот рукоятка когда скорости переключать очень приятно так что не знаю я не я не ожидал то есть я думал что от американской машины у меня будет ощущение такое менее приятная но вот в данном случае я доволен тем что ошибся и тем что получаю физическое такое удовольствие от вождения этого автомобиля у него еще очень красивые вот эта приборная панель там значит красивые такие знаете стрелочки они прямо ой такие нежно-голубого цвета может они подсвечиваются даже я не могу сказать но вот ощущение такое как они флорисцируют такие вот подсвечивающие очень симпатичные я вчера в темноте оказался и понял что не знаю как свет включить потому что как-то я привык так японская водить потом до меня дошло у меня на самом деле была машина точнее света на ней ездил у нас была машина ford ой боюсь соврать какой ford темпа ford темпо мы его купили когда только переехали из сан-франциско в кремниевую долину это был девяносто второй год и она она была не новая но чисто внешне такое ощущение что с конвейера только сошла абсолютно такая красивая серебристая тоже вот как это стального цвета такая машина была и вот у нее тоже так колесико было слева от руля под отверстием для кондиционера вот тут снизу колесиком такое вот его над крутить оказывается рукой ну ничего страшного вопрос неприятно было ехать в темноте и на ходу соображать это такое ощущение не очень комфортно вот а у нас вы видите божья благодать солнце солнышко куда-то спряталась хотя вот угрожают к концу недели снова там 33 градуса это в цельсия значит выйти не знаю что делать я хотел воскресенье пойти на ярмарку county fair ватсонвилле там поснимать красивую скотинку частности петушков может и барашков я не знаю может быть барашки тоже красивые у меня с барашками опыта никакого нет в общем петушков курочек там посмотреть что делается на фэр и если жарко то очень тяжело выдерживать все это знаете вот если в такой такой погоде как сейчас так конечно другое дело то есть там можно и погулять и посидеть и можно с собой там может не знаю внучку взять если это мне интересно бы надо поговорить с родителями во всяком случае вот в такой погоде можно можно погулять еду я с утра у меня сейчас урок это последний урок группе они уже написали свой файл это тест такой заключительный они написали свой файл я должен им рассказывать про поиск работы и вот эта тема так последнее время промелькнула что народ действительно это это всегда так на урок по поиску работы довольно много народу не приходит вообще даже не знаю с чем это связано то есть вроде мы им всем объясняем что надо уметь и на первом уроке я сейчас провел два первых уроков среду вечер в понедельник вечером и в среду вчера утром и я им показываю как как ищется работа я им показываю как эти профайлы рекрутерским взглядом я им показываю как там вот буквально миллиметр туда миллиметра сюда и ты пропадаешь с радаров рекрутерских тех никто не видит и казалось бы важность вот этого знания она должна быть очевидной но ну не знаю может быть находится какие-то дела которые кажутся более важными в этот момент или общая усталость накапливается или то что ну вот прямо сейчас это не нужно прямо сейчас потому что прямо сейчас они должны отправиться на на интерншип на практику но дело в том что я в этом занятии как раз покрываю значительной степени то что происходит на интервью на интерншип и мы проходим через вопросы очень важные там расскажи о себе tell me about yourself вайшу 2 хайрю и мы когда здесь наталья наталья квик была мы с ней записали сюжетик так на хороших полчасика мы записали с ней сюжет как отвечать на вопрос расскажите о себе tell me about yourself и мы строили эту историю то есть не записано было именно построение истории то есть мы смотрим на реальную жизнь мы смотрим как подать тот или иной кусочек как быстро идти всех в одну линию и так далее но и он вроде бесит да там ну кто кто смотрит поэтому я там квиз даю потом мы его разбираем вот как раз по этим вопросам а почему ты оказался в этой профессии почему ты хочешь быть в этой профессии какие у тебя задачи там на ближайшее время и у меня была одна девочка из индии значит попала ко мне на разбор полетов то есть у нее было сколько-то интервью и безуспешно но поскольку все вопросы и ответы у нас значит документирована то мы садимся с ней разбирать и она где то здесь вообще ведь ничего не был здесь вообще не не было интервью а я бы а как же не было на год но вот я пришла год они мне говорят там расскажи о себе и все год больше ничего не спросили я во что должны были спросить на год но про html может быть про java script там про сиквел я говорю так ты так ответила на вопрос стены и баллев сел да расскажите о себе что уже уже не нужно уже понятно что человек как бы стороной идет к нам никакого отношения не имеет и без разницы что он там знает про сиквел или там и стима поэтому для интерншипа особенно на первое место выступают человеческие качества мотивация задор как бы желание то насколько большое событие в твоей жизни намечается вот в связи со сменой профессии так далее если тебе это все пофигу то это одно если ты еще жизнь человека меняется на глазах это совсем другое это гораздо больше сочувствия гораздо больше ожиданий от такого человека и так далее поэтому вот мы это тоже разбирать сегодня будем ну посмотрим сколько там народу придет можно все это записать на видео пойти проблема записанного на видео состоит то что точно так же как надо прийти на урок точно также надо сесть у мониторы и смотреть знаете так на уроке ты хотя бы еще сидишь и еды на уроке а если ты сидишь дома и смотришь на мониторе это уже сложно потому что тут дети там друзья здесь телевизор там может быть я не знаю там какие-то интересные новости тут у тебя чаты всякие смски и так далее так вообще нет полчаса кто в состоянии полчаса смотреть на телевизор на ютюбе я здесь из дома у меня есть полный курс по тому как искать работу это 44 занятия по часу я четыре часа рассказывал просто все все нюансы все детали все ну но разве нормальный человек может четыре часа вы сидите смотреть ну то есть можно сказать разве нормальному человеку нужна работа настолько чтобы он целых четыре часа что-то сосредоточенно делала можно так сформулировать но видимо нет но я не знаю так я по просмотрам то вижу что там не то чтобы паломничество было к этому ко всему что же друзья мы прибыли на место покой нам только снится